Это был обычный весенний вечерок, местами прохладный, местами коричневый, и я просто собирался зайти и получить свою лицензию. Ну а перед тем, как мы начнем получение лицензии, играл я на Infinity 2, IP группа, а также промокоды будут у вас на экране и в описании. Дайте, пожалуйста, лицензию. Черкани мне лицуху, я бы ср. Лицуху на понос дай мне, пожалуйста. Нет, мы не выдаем на такие. То есть меня посадят, если у меня случится без лицензии. Нет, скажи, скажи, что тебе мэр разрешился, а можете даже сказать, чтобы позвонили. Хорошо, тогда я без лицензии останусь. В аптеку сходи. Я вам тогда принесу то, на что я хочу брать лицензию, я в банку накоплю. Не надо. Ну ты мне не хочешь давать лицензию на понос тогда, в чуде. Что? Лицензию на понос? Что? Че, блядь, я пока в комнату зашла. В смысле, я не выйду отсюда, пока ты мне не дашь лицензию. А, ты мне дал лицензию, все по себе. Он дал мне лицензию. Я же серьезный человек, мне 23. Я хуйня не буду заниматься всякой. Тут столько психбольных появилось, какие-то профы у них, это, из киберпанка, арибекка. Ну он тоже какая-то с зелеными волосами. Может, альтушка, я не знаю. Как это икс. Че ты, блядь, охуелась? Короче, Агузак, ты же этот камикадзе, да? Давайте сейчас дам эту сламку, вот ты побежишь к морю и такой. Я тоже камикадзе. О, еще она НРП. Я тоже из другого я. Я тоже из другого я. Я из другого я. Я из другого я. Ну давай, давай, давай. Давайте, давайте вот вы... Если что, взрыв сламок, это не мое, меня взорвали. Взрыв сламок, это не мое, меня взорвали. Если ты взорвал, посмотри по логам. А ты их не кидал, да? Ты не кидал сламки? Я не буду врать, да, получилось так, что кинул. Но это шутка, детская шалость, я ж никого не убивал. Меня скорее убили. Ну так твоими же сламки. Ну не моими, я всего одну кинул, там еще какой-то чувак кинул и взорвал. Но... Посмотри по логам. Ну это понятно, только они обе встали. Взорвал не я, взорвал тот, кто взорвал. Я даже взорвать не собиралась. Это не работает как с пистолетом, то что ты дал человеку пулю, а он этой пулей убил кого-то. Ты кинул бомбу, которую можно взорвать спокойно. И ее взорвали, и все. Теперь следующий. А кто там еще мины раскидывает? Хуяло, это... А ты сламки на улице зачем кинуть? Прикалываюсь, прикалываюсь. Я знаю, сламки кинул, но он прикалывал. Окей, сейчас тебе форму дам. О, супер. Бро! О, стой. Уйди, уходи, уходи, уходи. Я у тебя пожил. Не надо у меня жить, уходи. Вот так же, как и ты зашел. Уходи. Я тоже, я тоже. Тебя что, тоже застрелить нахуй или что? Выйди. Стой. У тебя куплено разрешение. Да, все верно, куплено. Куплено. Разрешение на войс мод, саморазбор и так далее. Это самая наибесполезнейшая трата денег, которую вы можете, конечно же, себе позволить. Вау, ты такой крутой, купил себе разрешение на обход какого-то правила, а вскоре тебя просто забанят из-за другого нарушения, которое ты купить не успел. А что делать с этими деньгами? Ни-че-го. Поэтому, если ты спешишь потратить деньги на какие-то игры, то предлагаю твоему вниманию Купикод. Это огромная игровая экосистема, на которой ты можешь спокойно купить себе любую игру, даже недоступную в РФ. Кстати говоря, здесь самая низкая комиссия на рынке, а это прямо влияет на цену пополнения. Так еще, если в Стиме на какую-то игру идет скидка, то тебе не нужно будет переплачивать, потому что та же самая скидка будет на Купикоде. Никаких паролей и других личных данных от тебя не требуется, тебе нужно просто ввести логин Стим-аккаунта, который ты хочешь пополнить. Да и само пополнение будет проходить просто, дешево, а главное безопасно для твоего аккаунта. Казахстанский аккаунт? Не проблема, пополняй его в тинге, либо если у тебя другая валюта, как например в долларах. А еще стоило бы рассказать про огромный розыгрыш Купилиарт, где ты можешь выиграть самые разнообразные призы, начиная с какой-нибудь игры на твой аккаунт, заканчивая крутыми девайсами или же даже топовыми видеокартами. А чтобы принять участие, достаточно просто пополнять счет и делать это куда выгоднее через мой промокод из описания. Поэтому не теряй ни минуты, переходи по ссылке из описания, используемый промокод и пополняй свой Стим выгодно. А тот же самый ник, что у меня на серваке. О боже, бля. А ты где услышал? Где ты услышал мой голос? Так, а где ты голос-то услышал мой? Так ты разговариваешь. Ну так, это ты был, кто ко мне домой запрыгнул? Сейчас ЧЕКОН. Да, я. А как ты к этому относишься? Это разбор жалобы на человека, который участвовал с тобой. Спокойно. Нету. Это есть. У тебя какой дискордик, скажи? Смотри, РП-действия не было, ты меня не убивал. А, но я с тобой разговаривал. Ты хотел у меня пожить. Это тоже РП-процесс? И все. Ну, то есть по факту ты со мной участвовал в РП-процессе. А что это тогда подмогло? Это не РП-процесс. Ты залез ко мне домой, попросил, чтобы ты у меня пожил. Тебе сказали нет, ты ушел и тэпнул меня в админ-зону. Это такой же РП-процесс? Ты сказал выйти. Да, да, сказал выйти. И все. Ну да. Ну то есть РП-процесс с тобой был. Лицом не ставил. Зачем мне это делать? Процесса не было. Нет, был. С тобой разговаривал человек. Не в отце, а просто в РП-чат. Ты пришел, услышал голос, поговорил с этим человеком, попытался у него пожить. Тоже самое РП-процесс. И ушел. Взял праву админа и начал это разбирать. Что, я разве не прав? Лицом не ставил. Да не надо тебя лицом к стене ставить. Кто тебе об этом сказал? Прочти правило 1 января 2014 года. 1-1-14. Что же это за правило? 1-1-14. Если вы отыгрываете некое РП-действие, которое не описано в правилах, которое в общем лицо будет... Это я пенсии, если что. Не, так он залетел ко мне домой. Говорит, я у тебя поживу. Я говорю, нет, уходи. Он услышал голос мой и тэпнул. Чем это не разбор своей жалобы тогда? Тут буквально к РП-процессу даже приравнивают. Я о том же. Просто пойми прикол в том, что тут РП-процесс даже считаю то, что ты с человеком рядом находился, когда он нарушил какое-то правило. И ты даже с ним не взаимодействуешь. И чем это... Позови тогда попыша. Окей, давай сейчас. А где он? Кто это? А, вот. Не, ну раз вы все доебываетесь до саморазборов и войсмодов, чем я хуже? Привет. Смотри. Челик ко мне домой залетел. Захотел, чтобы я у него пожил. Точнее, чтобы он у меня пожил. Ошибся. Я ему сказал нет. Попросил его выйти. Но это же считается хоть каким-то маломальским РП-процессом. Небольшим, но все. Он после этого берет меня тэпает сюда. Говорит, что у меня войсмод и разбирает эту ситуацию. Я ему как бы дискорд сказал. Мне нетрудно просто. До такого правила докапывается, как войсапус. Пусть тогда саморазбором тоже разбирается. Не, мне, если честно, так было бы рубиного похуй, если бы я у кого-то войсмод бы увидел. Он просто говорит, что я его должен был к стене поставить или что-то такое, чтобы был РП-процесс. Ну, пока ты ходишь с кем-то говоришь, это уже РП. Или по твоему приписку в названии сервака это так, хуйня как. Какие же они, сука, тут все РПшные, господи, бля. Нет смысла, подожди. Но ты хотел разобраться с войсмодом. Не надо меня возвращать. Я хочу теперь разобраться с саморазбором админобуза. Я уже признал. Ну, все, я сейчас хочу, чтобы тебе выдали. Интересный человек на самом деле. Не знаю, может у него разрешение есть. Я попросил у него дискорд? Мне просто самому интересно. Он так и не сказал. Главное, мой дискорд почекал. У меня нету разрешения. Ну, круто, поздравляю. Да, у меня есть и саморазборы. У меня есть и саморазбор, и его из мод разрешения. Мне пора на пенсию. Нельзя. Ладно, спасибо. Верни меня обратно. Лицом к стене быстро. Это ограбление 5К на пол. Места только нет. Окей. Есть, пиздишь. Скидывай пятерку сюда. Иди, иди сюда. Кидай. Раз. Сейчас, сейчас, сейчас. Два. Или пойти в голову, прошибу нахуй. Скидывай. Три. Три на ниточке. А как-то это очень странно было вообще. Как будто знал, куда идти вдруг. Этот начал время тянуть. Что за, сука, многоходовки? А, на меня даже заказ никто не делал. А как так вышло тогда? Там, походу, два пациента будет сейчас. Там же ассасин заказ на меня выполнял. А ему нужно по пункту четвертому, согласно им, выполнять заказы так, чтобы его никто не видел. Этот же прибежал, просто чуть ли не в упор, не вблизи ко мне, меня расстрелял. Этот челик его увидел и пошел себе спокойно дальше. Я человека грабил на 5к. Я хотел получить эти деньги очень сильно. Я ему отсчитал до трех на ниточке. И он тянул время. Начал писать там через ми. Достал кошелек там откуда-то. Он сначала говорил, что у него нету пяти тысяч. Я проверил, они есть. Дотянул он до того момента, пока меня не прибежал, не убил. При нем же какой-то наемник. Ассасин. Который по четвертому пункту должен убивать всех скрытно по заказу, чтобы его никто не видел. А там он прибежал, расстрелял меня. Ассасин какой? А, вот этот, Алла-Стор. Жик, можно я схожу поссать? Вон. Давай, давай, иди, другалек. Признаешь, что это что убил вообще? Ну, это при свидетелях. Нельзя так делать. А тебя ебёт по какой причине держал оружие? Ты пришёл и убил меня, нарушая это правило. Признаёшь, что он нормальный сфер? Ты такой интересный. Пожалуйста. Всё, да? Всё, отлично. И теперь сюда наёмника после него. Наемник Юфайндер. Наемника? Да. Здарова, зачем ты время тянул, когда я тебя ограбил? ЗМИ написал, типа, шарю в кошельке. Ну, ты это под конец начал писать, когда меня уже убивали. Я не хотел тебе деньги отдавать просто. А, ну, прикольно, ты придумал, конечно, но это феррб. Не важно, что я хотел, важно, что я сделал. Я тебе деньги... Круто. Амар Хуям, да, цитируешь? Я тебе могу... Кого? Амар Хуям цитируешь, спрашиваю, да? Не важно, что я хотел, важно, что я сделал. Что-то из разряда бедный не тот, кто богатый, бедный тот, кто не богатый. Смотри. Я свой с модом не понимаю. Короче, сколько он тянул долго? Да достаточно, слушай. Если он через МИ отыгрывал, если что... Минута, полминуты. Это просто... Это просто РП. Да, я понимаю то, что это РП. Просто, понимаешь, я его поставил лицом к стене. По-моему, пока стоял, время прошло. И только вот под конец, как меня прибежал, забрал Ассасин, он начал только тогда писать эту команду. У меня ДМ-ка есть. Я тебя поздравляю, но у меня тоже есть. Смотри, если он отыгрывал просто через МИ, как бы, ну, не важно. Он тебя должен был скинуть. Ты просто мог, знаешь, как... Скинуть деньги... Я тебе не буду сейчас деньги отдавать, я на жалобе нахожусь. Да какая деньга? Я тебе просто... Пример пока. Ну вот, я остановлюсь и стою, какое-то время туплю, понимаешь? Да, стой, стой. То есть, пока я могу отдать, я это время туплю. Это вот так вот он делал. А потом уже я начинаю писать слэш ми, команду, там, что-то достал, кошелек. И меня приходит убивать Ассасин. Ну, это странновато, как минимум. Не, смотри, чтобы просто такого не было, ты просто подходишь, считай до 15, не отдашь мне деньги, и тебя застрелят. Раз, два. Я ему досчитал до трех, но я просто не хотел никого, так как бы, стрелять. Мне нужны были деньги. Пять тысячи решили бы мои все проблемы. А, если ты досчитал до трех, то тут весь ФРП. Ты же, надеюсь, считать до трех умеешь? Считать до трех умеешь. Раз, два, три, как дела, прием? ФРП признаешь, ты слышишь меня, ФРП признаешь, раз... Короче, да, ФРП признешь, что ФРП, ФРП. Спасибо. Так и проходили мои будни на Дарк РП. Я играл за разные профессии, попадал на разные жалобы, на одной из них меня даже, как видите, попытался ограбить админ, поставить лицом к стене, но это ему не удалось. Но потом я натыкаюсь на такую профессию, как священник. Она может спрашивать у людей, верят они в бога или нет. Если они не верят в бога, то я могу вполне законно по правилам отправить челика в стратосферу. И если что, не обращайте внимания на то, что я челика затулил из СВД, будучи священником, которому нельзя носить это оружие. Когда я был в наручниках, я просто очень-очень много кликал, и когда вышел из наручников, кликнул еще раз, и это был фатальный клик. Но не суть, я дальше бегаю за священника, спрашиваю людей о вере, как можете заметить, и если челик отвечает нет, то он, естественно, отправляется куда подальше. Так вот, в чем прикол? Ты по правилам этой профессии можешь запускать неверующих в бога людей в космос сколько тебе угодно раз, потому что никакого ограничения нету, в правилах вообще ни слова об этом не прописано. А это значит, что ребята будут летать до тех пор, пока сука не уверует. Проходить стал. В бога веришь. Да не особо редко. А, ну я тогда сейчас богу по... Полетел купаться. Да ты уже бил. И что? Ты же после этого уверовал? Нет. Что ты мне двойную порцию хочешь дать? Что ты творишь? Э, алё. Не трогай. Нахрена ты это сейчас делаешь? Вы всё правильно поняли. Наш РП-процесс, если его можно так назвать, а его можно так назвать, и я позже расскажу почему, прерывает какой-то ебанат с донатной суперадминкой, которая выше буквально почти всего, что есть на серваке. Почему это РП-процесс? А почему нет? Я делаю всё то, что прописано по правилам для моей профессии, а именно, я нахожу неверующих и отправляю их на границу с банклавом и скайбоксом. И у нашего нового пациента какая-то ебанутая навороченная админка с иммунитетом на варны. Варны, кто не знал, это предупреждения, которые выдаются при нарушении правил администрации. А обычно на нормальных серверах три варна равно снятие, но тут человек купил себе обход этих варнов, и теперь он просто за нарушение админских правил будет получать просто баны, и никуда он с этой админки не слетит. То есть, когда я говорил, что Дарк РП-шеры тупые и покупают на Дарк РП буквально всё, что можно и нельзя покупать, я не шутил, не утрировал, это реально так и есть. У человека наиграно 500 часов, и он элементарно не может соблюдать нормально правила администрации, и он знает то, что он несколько раз нарушит, а он нарушит, и он слетит с админки, и поэтому он взял себе обход этих варнов. С этим я сделать ничего не могу, забирать вот эти обходы варнов я тоже не вправе, и я здесь просто на птичьих правах. Снимаю видео, наказываю дебилов, возможно, кого-то снимаю. Но есть одна очень ультимативная штука, если я выдаю бан какому-то челику, и если челик ну прям очень мерзкий, можно попросить сделать так, чтобы человек отсидел свой срок полностью, не покупал разбан. Если он купит разбан, он полетит снова в бан досиживать оставшийся срок. И в этом фрагменте у меня нету цели там показать, как мы жестко, круто посрались. Нет, давайте обойдемся без взаимных оскорблений. Оскорблять буду только я. Я вам просто в некоторых стоп-кадрах расскажу все, что я выяснил об этой ситуации и об этом администраторе. А вы, пожалуйста, из головы не выкидывайте тот факт, что у него самая жесткая админка на серваке донатная, а также на игры на 500 часов, что уже должно говорить хотя бы о том, что он маломальский, но знает правила. За что ты их бьешь? Он не верит в бога. Отпусти. Можно ударить всего один раз. Где прописано? Где прописано? За неверование. Где прописано? Где прописано? Пункт. Это и так понятно. Нет, не прописано. Окей, пиши тикет. На что? На что? ФРДМ? Что это такое? Что, дебил совсем? ФРДМГ? Эммм. Меня еще и зафризил челик, я ничего не могу сделать. Круто. Можем поздравить этого человека. Он все-таки с третьего раза понял, какую причину написать. И она тоже неверная. А почему? А потому что это не фридамаг. А скорее всего, нон-рп. Если бы оно, конечно же, было. Так-то его по факту и нету, потому что нету никакого уточнения, сколько раз ты можешь использовать эту книжку на какого-нибудь бедного неверующего человека. А почему атеисты отлетают по несколько раз? Это легко можно объяснить и обыграть. Он будет летать до тех пор, пока не уверует в бога. Вот тебе и рп. Нон-рп бы тут было, конечно же, если бы в правилах было уточнение, что нельзя больше одного раза использовать книжку на одного человека. Тем более, то, как он объяснил это нарушение, просто оставило бы любого игрока в ахуе. Можно было и самому догадаться, даже без каких-либо подписей в правилах. Да, ребята, по такой логике вообще никакие правила не нужны, ведь до них можно и самому додуматься. Выдумать абсолютно любую хуйню, а потом банить за нее других игроков, говоря, что, ну, об этом можно было и догадаться самому. И если бы мне это говорил какой-нибудь, там, не знаю, донатный модер, админ, донатный спонсор, или же какой-нибудь младший наборный администратор, который наиграл, условно, часов 50, может быть, 100, да, он бы также получил наказание, но это было бы от незнания, скорее всего. Незнание правил, незнание того, как устроено рп. Но такое незнание, как и любое другое, вполне себе фиксится практикой, а тупость ты, сука, не исправишь никак. Тем более, когда ты наиграл уже около 500 часов. А я напоминаю, именно столько наиграно у этого недочеловека. Если к тебе и за 500 часов не пришло какое-то более-менее адекватное восприятие рп, а также правил, а появилось вместо этого только какое-нибудь разрешение на обход варнов админских, то из-за 500 следующих, или же за 1000, или же даже за полторы, не появится больше ничего. Мне стало очень интересно, как оно вообще мыслит. Я хотел узнать, чем он руководствовался, и как, когда выписывал мне это наказание ФРДМГ или еще какая-то... Хуй пойми, что он там понаписал первые два раза, потом хоть третий раз, слава богу, написал Фридамаг. В правилах нигде этого нету, вот. Я это почекал уже. Смотри, я даже уточнил у Скаттель, который сказал, что можно бить один раз. Он называет имя человека, который его проконсультировал, который занимается в данный момент только снятиями, варнами, ну и всем, что связано с Дискорд-серваком, а не с игровым. Если есть претензии к наказанию, пиши тикет. Покажи сообщение скрином. В ДС скинь в чат. У нас есть сообщение, где он это подтвердил. Переписку с вышкой сливать нельзя. Спроси сам. Мне не ответят. Значит, у тебя нет пруфов. Сейчас я разрешение спрошу. В правилах это не указано. Парни, можете такой вопросик задать один? Нет. Плохо. Он скидывает мне это сообщение, и там, да, человек подтверждает, что нельзя больше одного раза бить по челикам этой книжкой. Но нигде в правилах этого не прописано. Это не какой-то там, не знаю, нюанс, который выпал из правил, не пойми каким хуем. Это просто недописанное нормально правило, которое вот это вот слово какого-то чела, который занимается в данный момент Дискордом, меняет его суть в корне. На скрине в Дискорде я нашел одну такую интересную штуку. Время, когда он писал об этом. Точнее, время, когда он спрашивал у этого ответственного за Дискорд касаемо правил этого сервака недописанных. Опустим подробности про часовые пояса. У него плюс 7, у меня плюс 3. Тут важны минуты, потому что ситуация была недавно, и нужно было узнать, в какой последовательности он это все делал. То есть спрашивал касаемо правила и выдавал бан. То есть он серьезно у ответственного за Дискорд, за ГМД и за снятие спрашивает? Ты серьезно спрашиваешь у чела, который занимается ГМД и ДР. ПФХХХХХХХХХХХХ пиздец. Он раньше был у ГМД. А правила он не делает? Правила он не делает. Тогда он к ним никакого отношения не имеет. В правилах, как прописано, я так и делаю. Ну пиши тикет. Еще раз говорю. То, что есть нюансы, которые говорят о ДМ, не считаются по факту, ибо можно че угодно придумать. Ну пиши тикет. Еще раз говорю. Так, стоп. А логи? Я вот кого фридомагнул? А кого я задамажил, собственно? Все. Вопросов нет. Плюс, помимо этого, мне надо было выдать НРП, а не ФДМД. Ну пиши тикет. Еще раз говорю. Если судить по твоей логике, выдай себе сам АДМ. Пункт АДМ 1. 8. Неправильную форму. Нет. Окей, нет так нет. Это должен разобрать админ. Выдай себе просто АДМ 1. Сам на себя не могу. И сообщение понятно, то, что он написал это в 23.21. По нашему времени московскому, это 19.21, а выдал он мне наказание в 17 минут. И я вам это сейчас покажу в логах. То есть, понимаете, он сначала даже толком не подумал нормально, оттуда его объяснение, то, что можно было самому догадаться. Он выдает с третьего раза, дай бог уже, наказание. И потом он только идет, через какое-то время, спрашивать у админа, можно ли так сделать. 500 часов оно наиграло на серваке, ребята. Напоминаю. Написал 23.21. О, а когда он выдал мне, собственно, бан? Плюс 7 у него. ФРДМ, ошибка. ФРДМГ, ошибка. Ебать, он, походу, он не только вопросы не различает, он написан не умеет. Ну вот, тем... 17... 7, 17, 40 он выдал. Но по его времени это 23.17. И только потом он начал спрашивать у Челик, а можно ли за это выдавать. Все, вопросов нету? Нет. Есть. Пиздец. Антисим. Какой? У мамы каждочку не узнает, как просим маму. Энэс, ты не можешь разбирать АДМ. Ты выдал бан, и только после этого пошел узнавать, можно ли за это бан. Банить. Нет. Я просто уточнил. Ты написал в 23.21. Ну? А забанил в 23 часа 17 минут. Я уточнил, но я сдал, что можно. То есть в момент бана ты не знал даже. И это подтверждает, что ты ответил можно и догадаться. Правилах этого нет. Узнал ты что-то там у админы ДС канала. Я тут вообще ни при чем, который ни словом, ни боком к правилам не относится. У тебя 1.8 АДМ. Когда он в первый раз выдал этот фридамаг, у него не было никаких оснований на это. Он даже еще в тот момент не написал. Я не могу его разбирать. Не могу. Так что и просить кинуть форму тоже. Зато я могу тебя публично попустить. Что делаю сейчас? Да. Я. Нихуя ты. Ты обосрался, чолик. Забонил, а потом подумал написать узнать. Бесточная уверенность. Хочешь попустить, напиши тикет. А теперь тут оправдывайся. Я и без тикета справлюсь. Там тебя попустят и уйдешь. Круто. А мне никто пока пиздов дать не сможет, кроме наборки. И то тут нет АДМ-1. 8. Не тебе решать. Есть тут он, но и не тебе. В итоге он себе ничего не выдал сам и просто съебался с сервака в АФК, а потом и просто ливнул. Такое простое отношение к тикетам вполне себе объяснимо. Даже если на него разберут тикет, даже если там будет нарушение, варна ему не будет никакого. Потому что обход варнов это раз. Второе. Он может спокойно купить себе разбанчик. Но нас такое снова не устраивает. Попускать или ахах? Ну ладно, пусть повеселится пока может. Дискорд этого чела скину, который рекомендацию ему такой ёбаный дал. Или ещё что-то. Неинтересно, его вот сообщение решает что-то или нет. Потому что он в Дискорде просто как админ ДСа ответственный за снятие ГМД и ДС. Ну как, блять, ответственный за снятие ГМД и ДС может вообще отвечать за правила. И за то, как они прописаны и не дописаны тем более. А, этот челик, у которого он спрашивал, он вообще никак не относится ни к правилам, ни к разбору жалоб на серваке. Он занимается исключительно сейчас Дискордом, и ему вот эта роль ГЛ Става, если вы её заметили. Это наборка, руководитель сервера второго. После чего поставили ответственный за снятие ГМД. Значит, мнение неприоритетное. И правила касательно твоего нарушения не изменялись. Только тут ещё один прикол. Не, если так доеба... Не, если так доеба... Ну да, были какие-то нарушения, типа одного, двух, но на РП. И всё. Это не так интересно, согласитесь, как какой-нибудь админобус. Решил я после этого просто побегать на РП профессии, повстречать каких-нибудь ребят, в какие-нибудь ситуации попадать. И был таков. Удобно очень, когда вы с тазером ходите на постоянке. Вам могут угрожать, конечно, но вы можете бахнуть тазером по челу. Ого. Ушёл от Чудова, быстро, ушёл от Чудова, понял? Ушёл от Чудова, ушёл, ушёл раз. По-трех считаем, если не уйдёшь... Я мины убрать. А, ну так вот, всё, пошли, пошли. На, блядь! Добрый день, у вас было жалоба, попрекчение Фьерерка. В чём Фьерерка? В чём, давай. Смотрите, я вас просил уйти от флага. Вы меня взяли... Ага. И ещё, я залив крышок и лив пистолет достал. Да! И что? И что? В этом эфир РБ. В чём? В чём? В том, что ты навёл оружие на... В том, что я применил тазёр. В том, что ты навёл на меня после этого пистолет, хотя я... ...который держал с самого начала. После чего меня затазили, достал пистолет. Так, и... Само... ...ты под тазером недееспособен. Ничего не мешает мне это сделать. В правилах нет уточнений и запрета. Нарушения нет. Ну, Фьерерка не работает, суперкрутая профа не спасла. Вот так вот. В правилах протезер не написано. Окей! Ну да. Пожалуйста, тогда. Я тут ни при чём. У вышки спроси и всё. Ответ на этот вопрос будет... Ну, сейчас достучаться до вышки. Ну, а почему он им воспользоваться-то не может? Могу. Не огнестрельное оружие. На него наставляет... В правилах не написано. Тазер не является огнестрельным оружием. В правилах не написано, что нельзя использовать тазёр, если ты держишь его до угроз. Тебе приказали во время того, как ты держишь тазёр. Ты сам к смерти обязан подчеркнеться. Ибо у тебя не огнестрельное оружие. Это должен бояться за свою жизнь. Так же, как и без... Где написано? Где написано? Тазер не является оружием. Правила Феррерпа. Правила Феррерпа. Тазер не является оружием. Не написано, что нельзя использовать оружие или тазёр... Вы сейчас будете выдумывать правила тупо. Вчера на втором инфичолик уже бояться за свою жизнь. И всего, что ей угрожает, если на ват. Я пришёл разминировать бомбы. У меня в руках Тахер. А где написано, что тайзер оружие Джоку? А где написано, что нельзя им пользоваться? Когда держишь в руках, ты логику ищешь на сервере, где есть тёмные лорды и т.д. Реально смешной. Да-да, логика на серваке, где есть тёмный лорд, кибер-мафия, ещё что тут есть, блядь. Тут логика будет работать. Лайф РП, блядь. Реально, я такие клоуны, сука. Они играют на профессиях кибер-мафии, блядь. У них мини-ганы в кармане, сука. Они мне рассказывают про лайф РП, про логику. Сука, больные, блядь, ебаные на этом инфинити и на других драк РП серваках. Это просто пиздец. Нету в правиле этого исключения, ничего об этом не написано. Схуя ли это должно быть нарушением фир РП? Давайте даже вот так вот забьём поиск по слову. Ну вот, тазер. Электрошокер. Пользовать электрошокер безадекватно на то причины. Запрещено выдавать следующее оружие из доната. Электрошокер, ПТП, гранаты. Ничего больше. Я вот электрошокер, я вот вписал. Два слова всего лишь. Ну, это слово встречается во всех правилах всего лишь два раза. В первом случае это фри-шок, фри-стан. Вот это, когда вы просто так бьёте по челику шокером без причины. Это будет нарушением. И правила выдачи оружия. То, что запрещено выдавать шокер и другие там наименования оружий. Всё. Больше ничего не сказано. Больше ничего не сказано. Всё остальное, что они нахуй придумают, это будет считаться тем, что они выдумывают нахуй правила. Чем они и занимаются всё время на этом, блядь, серваке. Что мне мешает чисто из РП, раз они тут все такие дохуя РПшные с профессиями кибермафии, ассасинов, ладно, ассасинов, мината профессия, гробовщик. Раз они все такие дохуя РПшные, что мне мешает, будучи полицейским с тайзером, который вот так вот на готове постоянно бегает, использовать его быстро хотя бы на одного. И хотя бы одного попробовать с собой забрать, а? Нигде не написано, что если вы держите в руках тайзер, вот прям чёрным по белому, то вам могут угрожать оружием и вы обязаны подчиняться. Нигде не написано о том, что тайзер не является оружием. Может быть это оружие нелетального действия, да? Да нет, хуйня какая-то, просто ущемился от того, что меня челик на рядовой полиции, которая доступна каждому игроку, с шокером, который доступен каждому полицейскому, и деглом, который стоит, ну, условные 100 рублей, Убивает меня на профе, которая стоит хуй знает сколько денег, с оружием, которая тоже хуй знает сколько денег стоит, и меня это очень сильно ущемляет. А этот челик ещё пытается придумывать какие-то правила. О, прикол. Я вот не удивлюсь, если это ударил меня опять этот чел. Такие они дохуя РПшные, у них профессии Мэй, Гробовщик, Мината, Хромиум какие-то, но все так топят за РП, за то, чтобы отыгрывали РП люди. Ну, так, блять, не берите профессии, которые ломают от РП, да? Я буду портить всем другим людям игру в своей какой-нибудь всратой профессии, ну, конечно, это же куда лучше. Если вы играете на серваке так, будто тут просто механ РП, механ РП, что в моём понимании расскажу, это когда ты просто увидел нарушение, ударил тазером, сказал причину ареста, арестовал и пошёл себе дальше. Ты дальше ничего не отыгрываешь ни с кем. Вот это механ РП. А не когда ты там РП отыгрываешь, когда ты вживаешься в роль персонажа. В какую роль, нахуй, вживается челик, который играет за Гробовщика? Ни в какую. В какую роль вживается челик, который играет за Мэй? Ни в какую. Он просто летает на зонтике, нахуй. И всё. Это не РП. Это просто механ. Если вы берёте профы, которые не РПшат, а механит, не удивляйтесь то, что в вашу сторону также механит другая профессия, которая, по вашему мнению, оказывается, никому, кстати, нахуй не нужному, то должна РПшить, а не механить. Семьи! Ни хуя! А скорострельность, походу, деглу порезали. Походу, порезали. Вот сейчас даже прокликаем. Да, блядь, как же порезали ему скорострельность. Всё в угоду этим гандонам донатным.